Играем до-мажорное трезвучие и ре-мажорное трезвучие по очереди. Гамма только с четвёртой повышенной ступенью. Звучит. Ребята, всем привет! С вами Андрей Фахриев, и это мой бас-блог. А сегодня такой небольшой урок будет по импровизациям. Сегодня мы будем обыгрывать большой мажорный септ-аккорд. Да, большой мажорный септ-аккорд. Большой мажорный септ-аккорд. Большой мажорный септ-аккорд! Если вы видите до с надписью мэйдж, либо до с треугольничком, либо до мэйдж-7, это большой мажорный септ-аккорд. А многие начинающие, да не только начинающие, импровизаторы привыкли мыслить таким образом. Если они видят аккорд, то они сразу пытаются обыграть его каким-то ладом, который начинается непосредственно с тоники. Такой подход, в принципе, уместен, но очень-очень ограничивает. Очень сильно загоняет нас в рамки позиционного мышления. Я знаю, что в глубине души каждый из вас хочет раскрепоститься и снять эти оковы. Давайте этим займемся. Я хочу предложить вам 5 способов, как можно обыграть большой мажорный септ-аккорд. Возьмем, к примеру, до мэйдж. До мэйдж это до, ми, соль, си, взятые одновременно. Да, мажорное трезвучие и большая септима, которая их обрамляет. Мэйдж имеет такое очень расслабленное, такое пляжное, вольготное звучание, поэтому и мы тоже не будем особо напрягаться. Будем играть так вот очень спокойно, так вот, видно, так вот. В серьезных американских учебниках написано, что этот аккорд следует обыгрывать лидийским ладом. Да, то есть если вы видите до мэйдж, обратите внимание, я сейчас говорю именно о до мэйдж, то есть о септ-аккорде. Эти правила не годятся для обыгрывания мажорного трезвучия. Так вот, большой мажорный септ-аккорд принято обыгрывать лидийским ладом. Что это такое? Это как бы мажорная гамма только с четвертой повышенной ступенью. Вот. Она имеет очень характерный вот этот интервал тритон между первой и четвертой повышенной ступенью. Из этого вытекает очень много интересных выводов и много очень интересных ладов, которыми можно обыграть этот до мэйдж. Итак, первый способ классический. Обыграем просто лидийским ладом. До лидийский. Давайте включим минус. И поимпровизируем. То, ре, ми, фа, диас, соль, ля, си. Вот таким вот образом туда-сюда по три ноты, по четыре ноты. Дальше уже дело фразировки, собственно. Второй способ. Си минорная пентатоника. Да. Си, ре, ми, фа, диас, ля, си. В до мажоре это получается седьмая, вторая, третья, четвертая повышенная, шестая и седьмая ступени. Давайте включим, послушаем, как это звучит. Вот на что. Си, ре, ми, фа, диас, ля, си. Да, согласитесь, это поинтереснее, чем просто играть до мажорной гаммы. И даже до лидийский. Звучит поинтереснее, звучит поэкзотичнее. Звучит. Звучит. Третий способ. Способ для ленивых. Если вы умеете играть мажорную гамму, а я надеюсь, вы умеете играть мажорную гамму, то тогда вы можете обыграть до мэйдж мажорной гаммы только от пятой ступени. Да, от ноты соль. Что получается? Получается тот же самый лидийский лад, только аппликатура у нас получается мажорной гаммы. Что получается в до мажоре? Смотрите. Пятая ступень, шестая, седьмая, первая, вторая, третья, четвертая повышенная и пятая. А по аппликатуре это соль мажор. Все мы знаем, да, соль мажор. Я надеюсь. Давайте поиграем. Соль мажорная гамма. Ну классно же, да, звучит? Класс. Поехали дальше. Ре, мажорная, трезвучие. Смотрите. Это получается вторая ступень, четвертая повышенная, вот это наши самые любимые, и шестая ступень в до мажоре. Все. Только этим трезвучием. Ну будем играть какие-то арпеджиообразные ходы. Давайте включим минус, попробуем поимпровизировать. Ага. Ре, подес, я, ре, а. Ре, подес, я, ре, а. Вот он наш дом. Ре. Ре. И последний способ, который я хочу вам предложить. Этот способ изобрел величайший импровизатор всех времен и народов, который недавно покинул эту землю, Чик Корея. Способ такой. Играем до мажорное трезвучие и ре мажорное трезвучие по очереди. Сначала до, ре, до, ре. В различных движениях. Это может быть обращение трезвучий. То есть до, ми, соль, ре, фа, диэс, ля. Потом ми, соль, до. Затем фа, диэс, ля, ре. И так далее. Можно их ломать всячески. Туда, сюда. Давайте попробуем. Что ж, давайте вооружимся всеми этими концепциями и попытаемся поимпровизировать на до мэйдж, постоянно меняя эти концепции. Доль-дейский. Доль-мажорная гамма. Си-минорная пентатоника. Ре-мажорное трезвучие. Ре-мажорное трезвучие и до-мажорное. А теперь все, туда-обратно. Ре-мажорное трезвучие и до-мажорное трезвучие. Друзья, импровизация это некий вызов. Это попытка избежать чего-то очевидного. И старайтесь, чтобы ваша фразировка была более непредсказуемая, более, что ли, рваная. Есть такие негласные правила импровизации. Не останавливаться на сильных долях и не останавливаться на устойчивых ступенях. Как и любое правило, оно имеет исключение. Но попытайтесь поиграть именно таким вот образом. Что ж, я, как и прежде, очень рад быть полезным в нашей басовой тусовке. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал, поставьте там лайки все, избранное, ну вы знаете, что делать. С вами был Андрей Фахриев. И до встречи в новых видеороликах. Пока!